Это жилой квартал непосредственно возле промзоны. Там семья проживает почти безвыездно и уговорить их эвакуироваться было очень тяжело. Полицейские делали это каждый день. Последние полгода полицейские экипажа «Белый ангел» каждую неделю наведывались в этот частный дом в Авдеевке. Уговаривали родителей с двумя детьми эвакуироваться. После очередной такой беседы семья переехала в другое жилье, чтобы полицейские не нашли. Три дня назад мы их нашли на этой улице в соседнем доме. Нам удалось их уговорить и убедить, чтобы они покинули это место проживания и выехали в более безопасное место. Для 12-летней Арины и 2-летнего Егора «Белые ангелы» подготовили специальные детские бронежилеты. – На, где? – Моник может и найти. – Какой больший у нас? – Как он отреагирует на это все? – Может и сказки? – Чего? Ну нахуй, подержи, подержи, до машины дойдешь? – До машины дойдешь, да. – Где она-то? – Где там машина? Эту семью украинские правоохранители успешно эвакуировали в Мирнаград Донецкой области. Тем временем другой полицейский экипаж вывозил из Красногоровки этот город тоже в красной зоне мать с ребенком. – А это уже село Максимильяновка. Оно рядом с Марьинкой. – А сколько вы уже живете в подвале? – Бегаю ночевать с Мая. – Какая ситуация сейчас тут? – Вы ведь слышите? И сейчас нельзя выйти. – Много тут у вас в подвале живет людей? – 11 было. 12-летний Ваня – последний ребенок в Максимильяновке. Остальных эвакуировали. Мальчик жил с родителями в подвале. – А с кем ты сегодня выезжаешь? Расскажешь? – С мамой, с папой, с бабушкой, с другой бабушкой. – Вся семья едет, да? – Угу. Паренек говорит, когда вырастет, станет полицейским. Таким, как Василий Пипа из экипажа «Белый ангел». Греба из экипажа «Белый ангел» с 1,5 мм.